Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Где бы вы нас не слушали, мы рады тому, что вы любите читать Божье Слово и размышлять над Ним. Вы на канале Арим. С вами Андреева, Руслан и Ирина, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И читаем вместе мы сегодня 12 главу с 37 по 50 стихи. Сегодня мы заканчиваем с вами 12 главу, с чем мы вас и поздравляем. И, конечно же, перед тем, как читать Слово Божье, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Помоги нам видеть, слышать и разуметь все то, что Ты желаешь нам открывать через Твое Слово. Святой Дух, мы принимаем Твое служение. Мы нуждаемся в Тебе. Мы благословляем это время. Да будет оно в радости, в удовольствии и в назидании. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с 37 стиха. Столько чудес сотворил Иисус перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исайя, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Это сказал Исайя, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит слова Мои и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». Аминь. В этот раз, читая эти стихи, Господь привлек мое внимание к теме веры, потому что с этого и начинаются как раз первые стихи. И вот здесь как бы сам апостол Иоанн, он ведет размышления, опираясь на слова пророка Исаии. И он дважды ссылается на пророка Исаию. И, кстати, он ссылается как раз на 53 главу Исаии. Вот эта цитата из 37 стиха «Господи, кто поверил слышанному от нас» – это начало 53 главы, 1 стих ее. И Иоанн говорит «Столько чудес было сотворено, но они не веровали». И как бы первый тезис, который бы я хотел озвучить, снова повторим. «Чудеса не обладают способностью наделить человека верою». Чудо может способствовать к тому, чтобы направить человека в сторону Божьего Слова. Чудо может помочь человеку остановиться и что-то пересмотреть в своей жизни. Но сами по себе чудеса не обладают способностью производить в людях веру. Почему? Да потому что тоже Писание говорит нам – вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Без Слова Божьего у нас никак не будет получаться веры. Я, кстати, когда читала в этот раз, тоже обратила внимание, что чудеса не производят веру. А потом знаешь, какой у меня вопрос возник? А как же, например, вот история с Лазарем, которую мы читали? Написано, что там были иудеи, помнишь, да? Которые пришли ради Лазаря и как бы благодаря этому уверовали. Как же быть тут? И знаешь, что я здесь дальше увидела? Что когда речь об этом идёт, что человек увидел какое-то чудо, и это каким-то образом привлекло его к Иисусу, то это будет иметь, скажем так, кратковременный эффект. Я бы это так назвала. То есть некая вспышка. То есть он может при этом озадачиться вопросом, а кто же это? А может быть, всё-таки он и есть тот Мессия? Может быть, он и есть тот Христос, о котором говорят все, о котором писали в пророках? И если он сейчас только вопросительно отреагирует и оставит это как вариант, ну, может быть, он и есть Мессия. А может и нет. Если после этой вспышки привлечённого внимания, возникнувшего внутри вопроса, он не отправится в Писание и не увидит подтверждение этого слова в Писании, так чтобы от Слова Божьего внутри него родилась вера. Это и есть Христос, это и есть Мессия. То сам эффект чуда и реакция, которую оно произвело в этом человеке, спустя время заглушится каким-то искушением или соблазом на той же самой личности, на Иисусе. То есть в итоге мы приходим к тому, что чудеса, они не производят, скажем так, качественную веру. Это делает Слово Божье, а точнее наше взаимодействие со Словом. И тот же Иоанн в 39-40 стихе, он продолжает и говорит, потому не могли они веровать. Вот сейчас он как бы выделяет, вот причина, почему они не могли веровать. И опять же, ссылаясь на того же Исаию, он цитирует, народ сей ослепил глаза и окаменел сердце. Да не видят глазами, не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. И на первый взгляд, как-то странно этот стих звучит, потому что возникает вопрос, а как, они что, сами себе взяли и глаза ослепили? Или они что, сами, написано же, народ сей ослепилы? То есть не им кто-то ослепил глаза, не им кто-то окаменел сердце. Как раз Исаии указывает, что сам народ участвовал в этом процессе. То есть никакое ослепление или потеря способности видеть не может возникнуть в жизни человека без его непосредственного участия. Окаменение сердца также не происходит без нашего личного участия. Однозначно, инициатором этого процесса является духовный мир демонов и бесов. Только дьявол заинтересован в том, чтобы люди не видели и не могли рассмотреть Божьи работы, слышать голоса Божьего, видеть проявление его славы. Только дьявол в этом заинтересован. Но сам по себе дьявол не способен сделать человека слепым или с ожесточенным сердцем. Тогда возникает вопрос, а как он может это сделать? И ответ на этот вопрос можно озвучить следующим образом. Привлечение максимального внимания на что-то другое. И именно увлечение человека во что-то другое будет автоматически или параллельно делать его невнимательным к другим происходящим событиям вокруг него. Например, это как в жизни. Если кто-то сильно сейчас увлечен игрой в PlayStation и он весь в этой игре сейчас играет, то если параллельно вот здесь рядом с ним кто-то будет разговаривать или даже в его адрес что-то говорить, он может совершенно это не слышать. Не потому, что его уши потеряли такую способность, потому что все его внимание сфокусировано именно на игре. Он весь там. Или когда человек смотрит какой-то сериал или какой-то фильм и весь погружен, все его внимание направлено туда, то даже если жена с кухни что-то ему говорит, он этого не слышит, не потому, что саму способность потерял, потому что фокус его внимания он направлен именно вот в эту сферу. Поэтому, когда вот здесь Исайя говорит, люди ослепили глаза свои и окаменели сердце свое, это говорит о том, что прежде их внимание и весь их фокус, они отдали чему-то другому. Они больше вовлечены были в какие-то другие происходящие рядом с ними процессы. Поэтому в то время, когда происходило служение Богу, когда Бог говорил рядом с ними, когда чудеса творились рядом с ними, они как будто этого и не замечали, и не слышали. Если это свести к нашему времени сегодня, то посмотрите, если вот сейчас взять и отправиться и погрузиться во все новостные потоки, которыми сейчас наполнен этот мир, направиться вот в новости о коронавирусе, о всей пандемии, о военных слухах, о политических событиях, о кризисе в экономике, если вы погрузитесь во все эти новости и, повторюсь, все ваше внимание направится туда, то тут же вы будете становиться чувствительными, восприимчивыми именно к этой информации, но ко всему остальному вы будете терять чувствительность. Вы не будете этого замечать. И, к сожалению, многих христиан я сегодня могу обнаруживать в подобном состоянии. Их внимание настолько вовлечено во все эти новостные события, что они практически не замечают той работы, которую Бог делает в их жизни тут же рядом. Они не чувствительны, и они не слышат Бога говорящего тут же рядом с ними. Не потому, что он бездействует, не потому, что он не говорит, не потому, что он не творит какие-то дела в их же жизни, а потому, что их внимание направлено на что-то другое. То есть получается, что ожесточенное сердце человека это не причина, это уже результаты следствия. И это не происходит само по себе вдруг, вообще без ведома человека. Нет. Друзья, это выбор. И я понимаю, когда кто-то может сейчас сказать, что, ну как это, я не выбирал, чтобы мое сердце было ожесточено. Да, может быть, это было неосознанно. Я согласна. Но так или иначе, это был выбор. Почему? Да потому, что начиная с 38 по 40 стихи, апостол Иоанн показывает нам, каким образом происходит этот процесс. То есть здесь, во-первых, задействованы наши уши. В 38 стихе он говорит, кто поверил слышанному от нас. В 40 стихе он говорит, в этом задействованы ваши глаза, и в этом еще задействованы ваше сердце. В чем вы пребываете, о чем вы размышляете. И тогда возникает следующий вопрос, а как мы используем наши глаза, уши и сердце, которое есть у нас? Или по-другому давайте спрошу, что мы с вами выбираем слушать? Что мы с вами выбираем смотреть? О чем мы с вами выбираем размышлять? Твой пример с игрой в PlayStation – это фокус, но фокус не на Боге. Соответственно, ожесточенное сердце или сердце неверия – это результат и следствие. Это выбор, который мы с вами делаем. По-другому еще можем спросить, чем мы с вами питаемся? Через наши уши, через наши глаза. То, что питает нашу веру, или то, что питает наше неверие. Чему больше мы уделяем внимание? То, что развивает нашу чувствительность к Святому Духу, или наоборот, ожесточает наше сердце? Еще раз говорю, смотрите, Иоанн даже здесь конкретно показал, скажем так, пути и методы, как это происходит. Он говорит, если вы не хотите иметь ожесточенное сердце, буквально вам нужно серьезно пересмотреть, что вы слушаете, на что вы обращаете внимание, как вы реагируете на это, насколько легко это проходит вовнутрь вас. Потому что сердце – это же не просто разум. Понимаете, когда что-то попадает в сердце человека, еще раз говорю, это не просто мгновенно происходит, это обязательно проходит, скажем так, территорию нашего разума. То есть мы какое-то время размышляем над этим, и уже только после этого это опускается в наше сердце. По сути, именно это Бог и запланировал, чтобы мы делали со Словом Божьим. Вы понимаете, физика процесса, веры в Бога, в Божье Слово, она происходит именно таким путем. Вопрос весь в том, что говоря о том, что уводит нас от Бога, то, что ожесточает сердце, в этом у нас больше навыка и практики. Поэтому какие-то мысли, неверия, они намного проще проходят внутрь нас, чем, например, слова веры, когда мы слышим ранами Иисуса Христа, мы исцелены. А вы, может быть, привыкли всю свою жизнь, что есть какой-то хронический диагноз, какая-то хроническая боль или болезнь. И поэтому слова веры об исцелении, они не так легко-то проходят вовнутри вас, но подтверждение диагноза, например, очень легко и быстро попадает в ваше сердце. И вот здесь, кстати, хочу упомянуть о том, что ожесточенное сердце, оно может быть, скажем так, как в общем и целом, да, по отношению Иисуса, но при этом, допустим, могут быть до сих пор какие-то уже более конкретные сферы нашей жизни, какие-то конкретные вопросы или нужды, в которых еще у нас есть, скажем так, остаточная реакция этого ожесточенного сердца, то есть сердца неверия, когда Бог говорит, опять-таки, допустим, в той же сфере исцеления, послушай, ты исцелен, но что я делаю с этим словом, насколько я размышляю над этим словом, насколько я выбираю фокусироваться на нем, насколько я позволю ему опуститься из моего разума на уровень уже моего сердца. Это зависит от того, насколько я буду слышать слово об этом, насколько я свои глаза буду обращать на слово Божье об этом. Понимаете, то есть если мы увидели с вами путь того, как происходит ожесточение сердца, но, друзья, ведь таким же самым образом мы можем запустить этот процесс в другую сторону. И как раз этим и заканчивается сороковой стих. Здесь есть надежда. Я хочу исцелить их. Да, трагедия, что они не обращаются, но шанс-то есть, выход есть. Бог хочет исцелить глаза, которые они видят, и ожесточенное сердце. Как он это сделает? Обратитесь ко мне, и я исцелю. То есть что такое обратитесь? Буквально начните рассматривать это. Начните быть внимательными к Слову Божьему. Начните буквально фильтровать, что вы слушаете. Потому что если вы будете продолжать постоянно слушать, например, новости, с утра до вечера обсуждать их, то, послушайте, это не будет производить внутри вас и внутри вашего сердца веру. Нет, это будет ожесточать ваше сердце. Вот почему мы говорим о том, что это выбор и решение каждого человека. Это я выбираю, что я буду слушать, над чем я буду размышлять, над чем я буду фокусироваться, что я буду рассматривать. Это я выбираю. Поэтому если вдруг вы обнаруживаете себя в какой-то сфере, в каком-то вопросе, скажем так, в состоянии неверия, друзья, это не окончательный приговор. Это всего лишь результат того, что до этого было неправильное направление того, что видеть, слышать и о чем размышлять. Но это исправимо. Поэтому если вы хотите в этой сфере увидеть другие лучшие результаты, я верю, что вы сейчас услышали и увидели и приняли для себя эти буквально практические шаги, которые помогут вам в итоге прийти к совершенно новым результатам в согласии со Словом Божьим. И коли мы уже подняли тему веры, смотрите, в 42-м стихе Иоанн описывает категорию уверовавших. Впрочем, из начальников многие уверовали в Него. Вроде бы стоит возрадоваться, но затем он говорит, но ради фарисеев не исповедовали. Причина? Чтобы не быть отлученными от синагоги, потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. И здесь вроде бы, смотрите, мы видим людей, которые что? Уверовали, но вот эту связку нам крайне важно увидеть. Вера и дела веры. И первое дело веры это слова веры. Но здесь мы видим, они уверовали, но не исповедовали своей веры. Апостол Павел в своем послании он скажет, и мы имеем тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил». Вера в своем проявлении обязательно должна будет касаться не только внутренних мыслей, но обязательно говорения, исповедания того, во что человек уверовал, соответствующих действий с тем, во что человек уверовал. Иначе это будет получаться, как Иаков описывал в своем послании, есть живая вера, а есть мертвая вера. И вот здесь вроде бы мы видим начало есть. Эти руководители уверовали в него, но они наполнены страхом. Этот страх останавливает его от чего? От того, чтобы исповедовать свою веру. И сегодня также многие могут, читая Божье Слово, размышляя над Божьим Словом, получить какое-то откровение, увидеть какую-то истину, которая становится для них открытым, ясным, но они не берут этих истин в то, чтобы практически начинать их применять в первую очередь своими устами о себе. Например, человек читает послание апостола Павла, где написано «Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой». Человек может просто прочитать «О, ты надо же, Христос обнищал за меня, чтобы я обогатился его нищетой». Интересно, ты же надо как здорово, я верю в это. Но вы понимаете, что вот это убеждение, оно может ненадолго остаться, если этот человек не внесет его в личное утверждение о себе. Каким образом? «Господь, я верю, что ты обнищал за меня, ты взял мою нищету на себя, чтобы я обогатился». И если твое слово говорит, что ты взял, значит, моя нищета взята тобой. Если слово твое говорит, я обогатился, то я говорю о себе, я богат. Благодаря смерти и воскресению Христа я богатый человек. что вы сделали? Вы тем самым истину наделили жизнью. Каким образом? Вы вложили ее в свое сердце и вы сделали ее личным исповеданием. Но опять же, если человек, как и вот эти начальники, он будет иметь страх, какой? Что обо мне подумают? Как я буду выглядеть? Что обо мне скажут? и это будет подавлять его исповедание о себе, провозглашение о себе, то опять же повторю, это убеждение в нем надолго не останется. Поэтому, когда мы говорим о вере, нам крайне важно говорить об исповедании веры. И опять же, мы не просто призываем вас к тому, что если вы уверовали, бегите по улицам и кричите это о себе. Начинайте хотя бы говорить это самим себе в тайной комнате, так чтобы хотя бы ваши уши это слышали, чтобы вы стали личным проповедником самому себе о том, во что вы уверовали. Аминь. И еще интересная мысль в 46 стихе. Смотри, Иисус говорит, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». И опять-таки я увидела здесь, скажем так, в общем и целом и в частности два направления. В общем и целом это чтобы мы из царства тьмы перешли в царство света. То есть опять-таки когда человек принимает Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем. Например, может ли в жизни рожденного свыше человека оставаться какие-то сферы его жизни, скажем так, во тьме? Может ли рожденный свыше человек, например, оставаться во тьме в отношении финансов или в отношении семьи или в отношении здоровья? Кстати, интересно, как вы думаете, напишите свои варианты либо в комментариях в Ютубе, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме. Как думаете, может ли рожденный свыше человек в каких-то сферах своей жизни сдаваться во тьме? По-другому задам этот вопрос. Например, может ли рожденный свыше человек не просто иметь долги, а из-за долгов, например, уже вынужден продавать свой дом? Как вы думаете, долги это результат жизни и хождения во свете, в вере или все-таки результат тьмы? Можем другой пример взять, когда в теле человека есть какая-то болезнь. Как вы думаете, это приходит от Бога со стороны света или это все-таки со стороны тьмы? Почему нам важно разбираться, казалось бы, в таких простых вещах? Потому что здесь Иисус сказал, смотрите, верующий в Меня не должен оставаться во тьме. То есть другими словами, особенно внимание всем тем, кому интересна воля Божья для вас лично. Послушайте, вот написана конкретно воля Божья, чтобы мы, верующие в Него, не оставались во тьме. От себя добавлю, ни в какой сфере нашей жизни, ни в каком вопросе нашей жизни. Иисус не желает, чтобы какая-либо тьма могла быть в нашей жизни, будь то в отношениях, например, в семье, когда дьявол приходит и начинает разрушать отношения, так что люди начинают думать уже о разводе. Разве это хождение во свете? Разве это хождение за Иисусов? Нет, конечно. Это дьявол пришел украсть, убить и погубить. И это влияние тьмы. Но как только человек в этом вопросе именно, еще раз говорю, не просто в общем в загале, а уже именно конкретно в этом вопросе, начинает следовать за Иисусом, то Бог обязательно будет проливать свой свет, свет своей любви, своей истины на эту сферу жизни, на этот вопрос или нужду человека. Для чего? Чтобы и эта нужда была разрешена во славе Божьей. И в этом вопросе был свет. А смотри, как дьявол под маской религии заинтересован преподносить вот эти результаты от жизни во тьме как волю Божью. И если человек приписывает результатам тьмы, называя это волей Божьей, он не выйдет во свет. То есть до тех пор, пока человек называет «Ну вот эти бедствия в моей жизни, потому что это воля Божья». Он так и будет в этом оставаться. Вот это уже самая опасная позиция, которая оставит человека твердо стоять на своем, воспринимая дела тьмы как волю Божью. Но Иисус сказал, «Я пришел в мир, чтобы вы во тьме не оставались». Но если вы тьму называете светом, если вы дела дьявола называете волей Божьей, то как отсюда вас можно вывести? В таком состоянии вы будете противиться. И тот, кто будет хотеть вас вывести из этого состояния, вы его будете воспринимать как врага. Вот насколько опасен вот этот религиозный дух, который тьму называет светом, а свет называет тьмою. Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. Что думаете об этом вы? На что Господь обратил ваше внимание с радостью почитаем обратную связь опять-таки либо в комментариях в Ютубе, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудио формате, где вы сможете как послушать назидания через других участников, так и при желании поделиться собственными. Аминь. И в завершении выпуска давайте поблагодарим Господа в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за Твою благость и милость, за служение Твоего слова и за служение Твоего духа. Господь, Ты пришел для того, чтобы мы не оставались во тьме, поэтому пускай Твое слово разоблачает всякую тьму в нашей жизни и помоги нам, Господь, возрастать в нашей чувствительности к Тебе, больше рассматривать Тебя, созерцать Тебя, видеть дела Твои, которые Ты творишь в каждом дне нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений. Субтитры создавал DimaTorzok